Всем здравствуйте! Что по игре? Результат 0-0, как говорится. Наверное, многим зрителям игра понравилась, когда начали встречные атаки, особенно в конце. Но для тренера, конечно, встречные атаки, где мы могли пропустить, в то же время не забили. Наверное, не очень понравились эти моменты. Что говорить? Вышли, видите, первый тайм, пытались наладить игру позиционную, чуть было тяжело. В некоторых моментах мяч дробил, ребята, не получалась комбинационная игра. У Слави чуть было полегче. Мы начали терять невыдужденные мячи, к чему Славя была, наверное, готова. Проводила быстро атаки. Из-за этого получили некоторые моменты. Потом поменяли центрального защитника, получил травму на ум, к сожалению. Замену сделали. В втором тайме поговорили, за счет чего можем, опять же, добиться результата. Я же говорю, в некоторых моментах во втором тайме были предпосылки для того, чтобы забить. Но в то же время, опять же, получали очень быстрые контратаки от Слави, где могли пропустить гол. Ну, и, как говорится, да, как говорится, результат уже, наверное, закономерен. 0-0. Спасибо. Переходим к вопросам. Евгений, пожалуйста. Евгений Петрович, довольны ли вы результатом, который команда ваша показала в сезоне? Третье место. Хороший ли это на здоровье? Для что у нас еще более высоких достижений? Ну, естественно, что мы попали в призера, это очень хорошо. Точнее, третье место уже заняли. Это какой-то плюс, потому что на следующий год у Динамо будут Еврокубки. Как бы задача, когда я приходил, как бы такая стояла, чтобы попасть в тройку. А вот, плацдарм для следующего, ну, тяжело сказать. Это не только от меня зависит, а зависит от руководства клуба и всего остального, как бы, продвигаться. Спасибо. Еще вопрос. Подводите, произвел ли впечатление, какое впечатление на вас соперник и чувствовалось ли на футбольном матче атмосфера хорошего матча чемпионата Дороса? Ну, да. Ну, во-первых, по сопернику скажу, что мы знали, что Славя будет мотивирована тем, что им надо выигрывать, зная, что их поджимают, видите. И они до последнего сражались, хотели добиться положительного результата. То есть, мы эти моменты, моментами. То, что касается болельщиков, всегда приятно играть не при пустых трибунах, когда приходит народ, переживает, болеет. То же самое после футбола, когда дети подходят. Это очень приятно, как говорится. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Давайте поблагодарим Арсюма Литровича с конференцией.